Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое, что дождались. Я рад представить вам наше сегодняшнюю гостью дипломированная преподавательница музыки, автор книги «Укулеле по шагам», ведущая YouTube-канала об Укулеле. Даша Кирпич сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, давайте еще более крупные ответы. Смешные поприветствуем. Так, берите, пожалуйста, микрофончик. Нам надо одну кнопочку нажать, и вы у нас замечательно слышите. Рады, что вы все-таки добрались. Несмотря на пробки, на непогоду, я так понимаю, которые мешали сегодня нашей встрече. Я думаю, это Меркурий просто все. У меня мама говорила, не делать сложных вещей на этой неделе. Я ее и не послушала. Пожалуйста, может, припозднется. Хотя обычно никогда не опаздываю, друзья. Можно еще раз? Спасибо, что меня дождались. Правда, очень важно. Я немножко так присяду чуть-чуть. Да, как-то будет удобно. Сегодня у нас разговор пойдет о музыке, и, конечно же, о книге, которая не так давно вышла у Даши. И для начала, Даша, хотел бы узнать, а как вообще у вас появилась любовь к укулению? Поскольку я пока готовился, увидел информацию о вашу, что первым инструментом, который осваивали, был крутопьяно. А вот тут к укулению. Да, 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 да. Да, все, знаете, как пошло? Я в детском, в подростковом своем возрасте пошла в музыкальную школу. А первоначально я думала, что это просто какой-то вокальный кружок. Я туда похожу, и все. А потом оказалось, что это на 7 лет еще растянулось. А потом уже назад дороги не было. Я пошла в музыкальный колледж, и как-то все так играла на фортепиано. И тогда, в подростковом времени, в 14-15 лет, фортепиано — это не самый лучший инструмент. И чтобы сыграть там, не знаю, батарейку или где-то в парадной в подъезде, я такая, надо играть на гитаре. И я играла на гитаре, буквально пару аккордов выучила, и поняла, что это не мое. А хоть еще более мобильности какой-то. И так получилось, что открыла для себя инструмент, вот такую вот, у меня прям конкретно, вот эту модель, укулельку, и все так пошло. Теперь у меня целая коллекция укулелей, я укулеле фея Сиаруси, и даже книгу написала. Вот такая вот она у меня интересная получилась. А, это была история проспекта «Успеха». Это надо было, знаете, рассказать. Я была в самых низах, потом на достиглости. Потом в моей жизни появилась укулель. Потом в моей жизни появилась укулель. Да, а потом уже, знаете, такая пелена. Где, что, я уже ничего не помню. Как-то так, да. То есть первоначально было фортепиано, но если у меня сейчас попросите сыграть что-то на фортепиано, у меня не особо это получится. Я смогу... А что такое сносное? Не сегодня, не ко мне. Я не готовилась про фортепиано. Но что я помню? Спасибо большое. А также обращаю внимание, что вы говорите, что самостоятельно полностью учились игре на акулеле. Так ли это было в действительности и насколько вообще это было сложно освоить полностью новый инструмент для самой? Это было на самом деле, да. Но тут немножко такое луковство ощущать уж у меня, потому что я знала музыкальную теорию. То есть с Альфея, все дела. А как такового именно укулельного контента тогда я не видела. Я вам сейчас скажу, был пятнадцатый год. Эпоха становления ютуба русскоязычного как такового. И тогда потихонечку-потихонечку гитаристы. Давайте так, есть среди сегодняшней аудитории люди, которые играют на гитаре? Да смелее. У вас никто не будет. Ребят, может, я не верю. Давайте так, по-другому вопрос. Когда-нибудь вы держали гитару в руках? Уже получше. Вот, супер. Так, кто говорит, что гитара фу, поэтому only укулеле? Ну, неплохо, неплохо. Просто получилось в то время, что именно люди, кто играл на гитаре, открыли для себя инструмент укулеле, такие, ха, прикольно, тиск, какие таргат. Буду обучать, буду играть. А вот именно прям, как это сказать, вот этого, именно укулельного шарма тогда не было. Я такая, эта ниша свободна. Нужно мне ее занять. И как-то так получилось, что получилось. Но да, этот путь занял очень много времени. В плане, я начала плюс-минус делать образовательные ролики, касаемые укулельки, где-то в шестнадцатом-семнадцатых годах. Вот, и обучалась. Я сейчас смотрю, если вы посмотрите самые старые мои разборы, это, это забавно. Вот. Но сейчас я такая смотрю, думаю, да, Даша, ты молодец. Как-то сама пыталась, что-то там брала какие-то консультации, уроки, марафоны, но не желаний. Вот. И так получилось, что получилось. То есть, да, действительно, я свой инструмент. И вот эта вот моя музыкальная база в виде колледжа, в виде музыкальной школы, она мне дала понимать, именно понимание инструмента. То есть, одно дело, когда мы играем три аккорда, а другое дело, когда ты это делаешь осознанно. И как раз вот в этой книге мне хотелось дать вам понимание инструмента. То есть, вы нажимаете кнопочку не потому, что Даша так сказала, а потому, что это нота до, там, к примеру. Вот. Мне кажется, там уже такой вопрос был объемный, да? Я, наверное, надеюсь, на него ответила. Уже к книге переходим, как раз. Практически. Как нативно. Хороший такой задел, как раз поговорить о главной виновнице нашей сегодняшней встречи. Да. Даша, ну, как вообще вот этот проект получился. И, честно говоря, я, как человек, не близкий именно к теме укулеле, не совсем вообще знаю книжный язык. Вообще, насколько много действительно каких-то хороших, интересных книг и самоучителей вообще на русском языке по укулеле есть на данный момент. И как видела, соответственно, задачу, когда сама начинала книгу писать? Ситуация очень… Я не скажу, что плачевная. Давайте так. Музыкальная литература, как такова, она у нас есть. Но ситуация в том, что именно укулеле литература был, наверное, один учебник. А я могу назвать имена? Том Флеминг был. Том Флеминг. Такая книга бамбура, тонкая, неудобная, некрасивая. И еще есть пару самоучителей. Да, они интересны, но немножко другой классический подход. И когда получилось так, что я начала писать укулеле, в общем, в принципе, разрабатывать вот эту систему, о чем писать, начала анализировать. То есть я заходила в тот же самый буквоет и такая, «Так, ребята, погодите, мне нужен стенд музыкальной литературы». Я просто стою и такая, «Так, ага, это прикольно, зачем это знать простым смертным, у кого нет музыкального инструмента, музыкального образования, точнее». Я такая, «Ну да, это интересно, это неинтересно». Если смотреть сейчас, в принципе, именно музыкальная литература по музыкальности, в принципе, связана с инструментами, она развивается. То есть до этого раньше было очень много самоучителей на гитарную тематику. Я даже, у меня были парочку такое в свое время. На фортепиано тоже. А вот именно на укулеле, мне кажется, с этим инструментом было предвзятое отношение. О том, что «Ну что там играть? Три аккорда и хватит». Нет, не хватит. Вот, поэтому, да, я очень надеюсь. И, в принципе, сами цифры говорят о том, что она стала бестселлером. Вот, я недавно смотрела. Вот как «Оууу! Вауу!» Книга стала бестселлером по укулеле. То есть это сам по себе такой инструмент, он набирает относительно популярность, но к нему есть вот это предвзятое отношение о том, что вот укулеле, я думаю, еще времечко, еще время на поработать мне какие-то штуки, дополнить, улучшить, дописать или наоборот по-другому перефермировать, еще больше устаканится. То есть мне кажется, мы сейчас находимся вообще в легендарное время для становления инструмента на русском пространстве именно укулельном. Поэтому да, вот. Как-то так. Можно я хлебну немножко воднички? Вы не против? Конечно, конечно. Дорогие друзья, я также напоминаю, что как всегда в рамках наших встреч у вас также есть замечательная возможность присоединяться к беседе, поэтому если у кого-то появляются вопросы, просто не стесняйтесь, поднимайте руки. Также можно будет спросить сегодня у нашей рамки встречи, то, что интересует больше всего. Ну а как всегда после встречи у нас остается автограф сессии. Можно будет подписать в вашей центр. Это реально самое. Погодите. Скажите, пожалуйста, а именно в процессе работы над книгой, что оказалось самым, возможно, неожиданно сложным, что было непростым? Какие вызовы вообще? Потому что одно дело все-таки вести блок, совершенно другое дело именно создать самоучителя. Самоучитель еще и в книжном формате, чтобы он был понятен для самых разных людей. В этом как раз и проблема. То есть в том, что понять, это такая уникальная возможность написать книгу и что-то привнести в образование. Такая была тяжелая ношу для меня. И о чем писать? Я знаю очень много по Укулеле, но что конкретно интересно читателю, зрителю и сам формат текстовый, в нем, конечно, есть проблема. Потому что многие вещи, которые, например, знаю просто чисто... Я не смогу это выразить именно в текстовом формате, поэтому я переначивала какой-то материал. Еще как получилось? Я эту книгу-то писала со своими учениками, я отрабатывала на них. Они у меня были небольшие такие... Не то, что в подобной кролике, я имею в виду, что так, вот если бы ты, например, купила или купила книгу, тебе бы было это интересно? То же самое у своих подписчиков спрашивала, что кому интересно. И, в принципе, вот такой формат получился благодаря подписчикам. Потому что я у них спрашивала, как это написать, а как это написать? И, в принципе, даже вы сейчас откроете архив там в стакане, или на ютюбе, или в телеграме, вы можете найти все вот это. Первоначально-то не было такого формата, когда со мной связалось издательство Бомбора. Да, как вообще получилось, что я написала книгу? Первоначально у меня был прототип еще на мою дипломную работу, когда я выпускалась преподавательской музыкой. И я написала небольшой самоучитель, сборничек так на коленке, чтобы сдать. Мы же все знаем, как мы пишем все эти курсовые, контрольные работы и прочее, прочее. И вот эту мысль я переначала. И когда Бомбора написала о том, что мы хотим сделать целую серию, как бы линейку музыкально-образовательной литературы, именно от русскоязычных авторов. Потому что если мы откроем какие-то англоязычные сборники, переведенные на русский язык, мы их не понимаем. В плане для нас эта информация, она не близка. То есть мы хотим открыть сборник, увидеть там ту же самую батарейку. Мы не хотим, мы точнее не знаем тех песен, которые знают за рубежом. То есть они не близки для нас. И тогда, я говорю, да, хорошо, давайте напишем. Но единственное, она получилась целой энциклопедия, и в этом ее прелесть, мне кажется. Да, она может быть не совсем, может для кого-то быть походной версией, но вот чтобы она лежала рядом на столе, вот самое то, открыть, полистать. И в этом ее прелесть. То есть очень много информации, которую я ранее нигде не рассказывала, не публиковала, именно структурировала, переписала. Перепечатаю мыслей. И вот получилась вот такая вот книга. Да. Поэтому в этом как раз прелесть. Потому что если вы откроете самые первые главы, там есть QR-коды, она, то есть интерактивная книга. Есть и QR-код на всякие видео, как это сказать, видеопоказы, песен, мелодии. Есть наклеечки, есть вещи для укулель-трекеров, куда вы можете записывать свой результат. И, а мыслей-то я потеряла, представляете, так хочу вам много всего донести, рассказать. Сколько всего интересного. Сколько всего интересного. Это правда. Это такой новый экспириенс. Потому что ты вот смотришь, это книга. Как ты заходила в все, там, читай город, буквойеты и прочие, прочие какие-то площадки. Думаю, это люди, значит, они очень умные. Они, значит, целую книгу написали. У меня была такая на доске желание когда-то написать книгу. Вот, ва-бас. Так забавно получается, что среди сейчас вас есть люди, которых я знаю уже как бы заочно. Кто-то ко мне уже приходил на мастер-класс. И мы так с ними немножко обменивались тогда, после мастер-классов. Говорю, вот, вот такие у меня мысли есть. Вот, сейчас книга. Интересно. Интересные. Вообще, в принципе, жизнь, она наша интересная. Не то, чтобы сейчас меня выходит в философию, мы никогда не знаем, к чему что приведет. То есть, я когда писала какую-то главу, я не думала, что она так зайдет, например, кому-то. А вот тут такой вот момент. И новая, я заметила такую вещь, именно касаемо образования. У нас появился интерес к изучению чего-то нового. То есть, если мы берем какие-то старые сборники, там, по гитаре, по фортепиану, ну, не важно, нет столько информации. То есть, она вся какая-то, не то, чтобы пресс, но мы ее можем найти, в общем, сейчас в интернете. То есть, сейчас век интернетов. Ваш шоколадок. Мне хотелось вам что-то дать такого, то есть, как бы вывести на диалог. На диалоги ТТТ. То есть, какие-то там фишки, приколюшки, лайфхаки. У меня даже есть отдельная такая подрубрика «Очумелые ручки». Вот, может, кто-то уже успел почитать книгу? Хотел бы полистать, посмотреть. Чуть-чуть. Ну, так. Ты читал, да? Ну, посмотрел. Там много-то картинок. Друзья, вот специально для вас и специально для меня, человек, который очень любит так это клиповое мышление. Много картинок. И как раз, как вот можно в таких походных условиях как-то помочь инструменту за ним ухаживать или как-то шить самостоятельно. Ремень красивый, авторский и прочее-прочее. Такие вот вещи, которые, по крайней мере, на русскоязычном пространстве, их, наверное, не найти пока что. То есть, именно такое, именно душевность, мне кажется. Вот, да, задача-то была крутая, написать книгу. Но, с другой стороны, мне хотелось именно говорить с вами. Вот вся вот эта музыкальная литература, она такая как будто страшная всегда кажется. Что вот, музыка-то не для меня, ноты-то не для меня. А, вообще, мне в детстве говорили, что я петь не умею, ритмичности никакой и ла-ла-ла. И это у нас настолько все остается со временем, что у нас такая установка срабатывает. Вот эта книга, я хотя бы постаралась, попробовала, что-то привнести для читателей, что не все так страшно. Оказывается, всем дано научиться играть какую-нибудь песню, какую-нибудь мелодию, от этого получать кайф. Вот, наверное, это самая главная задача, my ever, кайфовать. Наша, действительно ли всем дано и приложив, ну, просто желание и должный уровень усердия, любой человек, понятно, может быть, не на профессиональном уровне, но как-то сможет научиться играть, если у него действительно есть лучшее желание. Или все-таки кому-то подвозить совсем не дано, и не стоит даже браться за это сложное дело. Это вот ты сейчас звучал как типичная учительница по музыке, когда ты приходишь в первом классе и говоришь, «Так, все, ты будешь сидеть на последней парте, не открывай рот, 4 поставлю, иди». Всем дано, понимаете? Тут вопрос в другом, а надо ли оно вам? Ну, то есть, хотите ли вы именно изучать ноты образно, да? Хотя, опять же, тенденция сейчас именно эра и эпоха изучать чего-то нового. И вот даже среди своих учеников я заметила о том, что у многих сам возникает вопрос, то есть у ученика научиться играть по нотам. Раньше все ноты этих боялись. Что это такое, зачем они мне нужны? И сейчас действительно дано всем. Главное понимать, зачем тебе это надо. Ну, то есть, чтобы для чего, чтобы что, да? Поэтому, если вы хотите играть по нотам, пожалуйста, я специально вывела небольшие такие главы, дозировано, не переживайте, информации, которую вы сможете, в принципе, немножко примкнуть к нотной грамоте, потому что, да, конечно, давайте так, лукавить не буду, нужно время, нужна практика. Это я не как такие, ну, не то чтобы как успешный успех, там, купи книгу, и все получится. Нет, не с такого разряда, о том, что у вас есть информация в простом виде, в простом варианте, которую вы поймете. Если не поймете, представьте еще раз, ничего страшного не будет. Если что, вы можете мне, кстати, написать. Как раз, ну, тут вот есть такая тенденция, именно, как раз в едином диалог, вы можете держать с мной связь. Да, я могу, конечно, не сразу, прям через пять минут вы мне написали, я ответила, но я вам отвечу. То есть, если у вас какое-то непонимание, что происходит, зачем, или просто показать, как у вас там получается, петь или играть, присылайте, пожалуйста, посмотрю. Отвечу нам реакции, лайк там. Ну, ну, смотрите, всегда же охота получить обратную связь какую-то, но не просто в пустоту, да? Поэтому, мне кажется, это клевое преимущество как раз именно обучения такого формата. То есть, интерактивность, а не книга ради книги. Зачем? Для чего мне это? Не понимаю. Что говорите? Я написала книгу. А! Да нет, зачем? Ничего так. Даша, продолжение темы обратной связи. А ведь сейчас же уже, наверное, получаешь достаточно много рецензий, откликов, каких-то сообщений. Что тебя больше всего поразило? Может, какая-то самая необычная обратная связь? Или что-то, что распробовало? Может быть, наоборот, какая-то критика, которую ты заметила и решила обратить внимание в дальнейшем? Всем почему-то зашли стикеры. Наклеечки! И вот, в принципе, эту книгу все оформляла моя иллюстраторка Наташа. Все вот эти красивости, это все благодаря ей. Мы можем, она, мне кажется, смотришь сейчас на трансляции, похлопать ей. Спасибо, Наташа, которая на сегодня переставала. Но прежде всего люди пишут про именно наглядность, именно про какую-то оформленность, наверное, и, конечно, о том, что очень много информации. Это меня радует. Да, вот иногда у меня нет вот этих вот тормозов. Я люблю учиться. Я учительница, что ж теперь поделать? Дозировано, дозировано. Если устали читать, немножко там отдохните, вернетесь потом. Много информации писали. Писали о том, что это красочно и это интересно. Простым языком, да, для кого-то люди скажут, ну что за бытовой язык. И вот обычно бывают люди, которые там в консерватории, но это немножко другой вид музыкантов. Я немножко работаю на другую специальность, именно как просвещение, наверное, музыкане. Укулеле-просвещение. Популяризация. Да, да, да. Как еще раз? Популяризация. Укулелизация. Надо будет написать себе в профиле. Занимаюсь укулелизацией. Да. Поэтому, наверное, мне так нравится это смотреть. Вы не представляете. Я как этот, когда у рэперов или у любых музыкантов вводит какой-то трек. Они скроллят, смотрят там цифры и прочее, мне всегда так нравится это читать. То есть я не заставляю людей писать отзывы. Но там, если вы зайдете на разные сайты, где она продается, то вау! Люди написали целую портянку, они выделили время. И у кого-то есть даже пруфы, есть у кого-то фотографии, типа, а я была вместе с ней там на мастер-классе. Вау! Как круто, как круто. Как много людей я вижу, которые так давно со мной. Давайте так. Нет, ладно, интерактив чуть-чуть попозже. Я просто хотела спросить, сколько примерно вы смотрите меня? Давайте до года. О, я поздравляю вас! В такое время вошли хорошие, сразу все готово есть. Так, кто там от двух до пяти лет? Вау! Вот это алда, конечно, сегодня собралась. Но это здорово видеть, когда человек, за которым вы давно следите, чего-то добиваются, чего у него что-то получается. И вау! Классно, классно, классно! Вот, наверное, я, вот честно, у меня такая есть черта, я, конечно, прорабатываю все-все дела, именно вот все идеально должно быть. Вот я даже недавно писала к кураторке нашего вот этого в отдела, говорю, надо перепечатать! Я увидела, там нет точки! Это правда так есть, поэтому всему свое время. Вот. А почему я это ведала? Почему-то я это, видимо, вела. А, так вот! Ну, какая обратная связь! Да, обратная связь! Вот жду, чтобы меня, знаете, продизили! Типа, это, это ужасно! Ну, такого нет! Может, типа, подождать мне, чтобы мне прям расписали целую рецензию, чем эта книга не самая лучшая и прочее-прочее? Ну, подождем, подождем! Я вот жду этого момента, потому что все так сладко-догладко, все так настолько хорошо! Вот. Ну, это я так уж, мои мысли как услуг, такие придирки. Я очень рада, что действительно людям зашла, и эта работа стоила того. То есть мы ее писали где-то с июля по декабрь. Сколько это? Давайте посчитаем вместе. Июль, август, июля. Шесть месяцев? Шесть-семь. Вот. Ну, это того стоило, и это прям очень крутая работа. Я прям рада! Классно! Давайте еще раз похлот, мне так и нравится! Да и надеюсь, что я! Даша, книга действительно получилась достаточно объемная, производит такое внушительное впечатление, поэтому не могу не спросить, а удалось ли поместить вообще весь материал, который сама хотела, планировала в нее, или все равно пришлось в итоге сокращать, подгонять по те рамки, которые поставило издательство, и еще ряд наработок в книгу по какой-то причине не поместилось? Это правда. Когда мне сказали, там, оказывается, у издательства есть очень интересная форма, я говорю, сколько букв надо? Они говорят, там у нас не буквы, у нас авторские листы, там типа там шесть листов. Я говорю, сколько это в символах? Они такие, ну там, с чем-то тысяч. Это как, у меня столько материала не найдется. В итоге это оказалось не все то, что я хотела поместить. У меня были еще мысли, но так как это текстовый формат, я думала, со временем я как-то к этому приду. Вот даже вчера засыпала и думала о том, что можно в будущем будет сделать еще такую штуку добавить. Ну да, то есть есть какие-то фишки, плюшки, они оторматываются со временем. И я так оставила приоткрытую дверь. Это как пишут же там эти трилоги, книги всякие, классические литературы, какую-нибудь, да? Или в принципе, вот фикшены. Вот оставлю, задел на второй сезон, за вторую книгу. Да. Вообще, в принципе, интересно. Я, по крайней мере, попробовала сделать так, чтобы она была интересна всем. И детишкам, и не детишкам, и тинейджерс, и кто люди говорят, что вот у меня уже столько много лет, и музыка-то не мое. Каждый найдет для себя что-то клевое. Кто-то картиночки, кто-то стикеры, кто-то повествование, как я общаюсь, и прочее. Вот. Поэтому, по идее, в теории, каждого должна как-то зацепить. Вот. Спасибо. Дорогие друзья, может быть, у кого-то появились вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, самое время подключаться к нашей беседе. Я бы глухал. Я так спрошу. А там записи не будет слышно, а может быть, хотите, что-нибудь вопрос? Подскажите, а вот к балалайке можно потом перейти к вам кулею? Я немножко хочу вам признаться, был момент, я чуть не купила себе балалайку. Это произошло этой осенью, прошлой осенью получается, я поехала на фестиваль один, и там были балалайшники. А вообще есть такая тенденция, я не знаю, знаете вы ее или нет, гитаристы очень приятно относятся к инструменту укулеле, а укулельщики и балалайшники тоже немножко такие в контрах. Обычно балалай, как вы называете, укулеле, и прочее, 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 прочее. Отвечая на ваш вопрос, смотря, что вы хотите. То есть, по идее, вам техники будут очень знакомы и понятны, и вся теория, и в целом. Вот специализация струнных инструментов, она очень связана. То есть, да, какие-то вещи будут, там где-то три струны, а где-то шесть. Ну, несколько выкинули, нормально получилось. Нормально сделано, нормально будет. Если бы мы брали другую классификацию инструментов, например, клавишные и струнные инструменты, тогда было бы немножко тяжелее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вполне да. Да-да-да. Немножко понять именно механику, и будет все понятно. Спасибо. Пожалуйста. Какой-то вопрос. Вы играете на балалайке? Нет, у меня вот ребенок поступает на балалайку, да, и вот она хуже гитару. На гитару мы не поступали. Вот это? Ну да. Вот это гитара? На акулеле, да. Может быть, может быть. Сначала на балалайке отыграли, ну, получится, а потом уже вот акулеле. Ну, возможно, возможно, на вырост. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Еще есть у кого-то вопросы, появились, пожалуйста. господи. Спасибо. Здравствуйте. У вас был опыт написания каких-то вот подобных работ, возможно, в университете, ну, помимо диплома каких-то научных детей, как преподавателя? Я писал очкисты. Ну, прям вот именно формата такого бумажного, прямо самоиздательства, что-то такое. У меня как было. То есть я написала сначала такой некий прототип для своей дипломной работы, потом я это немного передела в некий сборничек, он у меня пару лет прожил, потом я поняла, что немного устоял, то есть я уже знаю за вот этот период времени больше информации, как раз вот передела в книгу. То есть я так, уоп, сразу такой левел. Можно было ее взять поменьше, но я не решила мелочиться, сразу, сразу, энциклопедия. Поэтому да. Но это только, знаете, первый раз с первой лиц. Я всегда думала, что книгу писать очень страшно, очень сложно, но, опять же, мы должны понимать, какого рода эта литература, то есть она образовательная или именно художественная. Если художественная, никак не могу никак подсказать, потому что там свои, нужно знать сценарные ходы и прочее, прочее, что вы хотите, чтобы вас не разочаровало потом, как читателя, допустим. А вот тут все было намного проще. То есть я понимала, о чем идти, о чем будет идти речь, о чем писать, и как-то все так помасло, так вот, как-то прошло. Я прям переживала в этом плане, что будет очень сложно писаться, но нет, нет. Были наработки, что-то, конечно, я переделала, но она как-то так, по секрету всему свету сегодня с вами расскажу немножко. Я ее написала, первый черновик, за полтора месяца. Вот, это прямо от А до Я, потом уже стали редактировать это все красиво, оформлять, ну вот, да, полтора месяца, в принципе, можно написать. Кто-то пишет там за 30 дней, но нет, я еще хотела немножко пожить. Можно немножко пожить. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что у нас вопрос, что такое. Да, а если не секрет, после выхода такой большой, полноценный, принятый, хорошо книги, вообще остались еще какие-то литературные амбиции? Хочешь еще что-то писать в дальнейшем, в каком-то другом жанре, в продолжении специальное по укулеле, или пока тема книг, в принципе, закрытая, в момент достигла? Задемы есть, работа ведется. Даже сегодня мы работаем с издательством, ну, пока не буду раскрывать все харты, чтобы вам было интересно, но мы перерабатываем книгу немножко в другом формате. Я думаю, в скором будущем вы сможете по понятию, о чем я говорю. Я решила сделать такой секретный проект, потому что эту книгу мы писали вместе с подписчиками, то есть все видели, как происходит. Вот сейчас мы на основе этого я делаю, перерабатываю весь материал, смотрю, как что зайдет, ну, то есть немного по разным вещам, потому что чем хороша эта книга? Вот если вы не определились, что вам конкретно нравится петь или играть именно на инструменте, вы найдете здесь все. То есть, давайте так, кто рассматривает инструмент в качестве аккомпанемента? То есть вы когда-то какую-то песню поете и сами себе еще играете? Неплохо, неплохо, молодцы. Так, а остальные, так понимаю, вам больше нравится именно инструмент, как инструмент, то есть прям нотки, мелодии, прочее, или вы еще не определились? Такие, ну, я не знаю, что не зайдет. Ну, вот, как раз для вот такого числа людей, которые и там хочет попробовать, и себя попробовать, в этом как раз и преимущество книги. То есть, она именно как энциклопедия обо всем и обо всем. сейчас я больше веду работу именно над структурированием, наверное, информации, чтобы сильно так не убить таким форматом. У нас такое хорошее издательство у нас получилось этой книги, она в твердом переплете, с такими вот... А, возвращаясь к вопросу, что... Еще очень много пишут в обороны связи, вот эта вот обложечка, она такая крутая, она такая бархатная, с какими-то вытеснений, то вау. Поэтому работа ведется, мысли, как всегда, впереди меня, работаем, работаем, девочки. Спасибо большое. Так, перед тем, как мы перейдем к автограф-сессии, которую, я уверен, все ждут, у нас еще по программе был заявлен интерактив по ритмам. Интерактивчик. Да, да, да. Вы думали, что вы будете меня послушать, а нет, немножко подготовилась. Мы сейчас с вами немножко поработаем над ритмом, потому что ритму должно внимание не особо уделяем. И так получается, что когда мы начинаем петь, это как в той басе лепит рака щука. Руки в одну сторону, голос в другую сторону, инструмент вообще урок-то и не звучит. Вот мы сегодня с вами попробуем сделать очень интересную штуку, которая поможет завести ваш внутренний метроном. Как вы думаете, что у нас в нашем теле очень ритмично обычно работает? Коски есть варианты? Сердцы. Сердцы. Молодцы. Уроки биологии не прогуливали. Молодцы. Так вот, мы попробуем с вами прислушаться к этому нашему чудесному органу, потому что он нам дает плачок, и мы со временем просто забываем, что мы-то по сути все ритмичны, мы все люди музыкальные, просто какие-то вещи связанные, допустим, с обществом, мы забываем. Поэтому думаем, что вот, у нас что-то не получится. Поэтому мы сейчас... Можно я вот туда выйду? Вы не против? Или лучше мне тут осталось, чтобы вам было видно? Как удобно? Лучше, наверное, на сцене, поскольку... А, хорошо, хорошо. Я так сейчас заметила. О, молодец. Можешь, давай, там он тут показывает. Так вот, мы сейчас с вами поработаем на такую вещь. Когда мы слушаем любимую песню, как наш организм дает знать, что нам песни это нравится? У кого какие струны? Сердце переедет, а не отгорается. Счищает все. Накрость стучать. Отлично. Что еще? Это, знаете, это хайт-левел. Вау, это гармония. Так, стучим. Отлично. Что еще делаем? Танцуем головой. Хочешь сцелать. Ага, так. То есть киваем головой. Что еще? Это что такое? Щелчок. Щелчок. А, отлично. То есть это некие какие-то движения нашего тела, которые мы делаем бессознательно. Иногда может получиться так, что мы думаем, что у нас виртуальная барабан-установка началась. Мы сейчас с вами поделаем ритмов и вы узнаете, что оказывается мы сможем сделать с вами полноценную группу. Для этого мне понадобится укулель. Понадейте, немножечко, секундочку. Так вот. У каждой музыки и у мелодии есть свой ритм. Ритм это такая штука, то есть она всегда как систематично отбивает доли. Не вдавайтесь в подробности, что такое доли, просто считаем до четырех и в нужный счет будем делать какое-то движение. Мы сейчас с вами будем считать до четырех. Надеюсь, по математике у всех пять в этом плане сможем посчитать. И в зависимости, что за схема будем делать, мы будем усложнять, чтобы у вас мозг немножечко работал. Что мы сейчас будем делать? Смотрите, считаем. Лучше считайте немножко себе под нос. Вот не думайте, что вы, как самый умный, можете посчитать в голове. Обычно мы начинаем сбиваться. Мы сейчас будем считать, например, раз, два, три, четыре именно через раз, чтобы было удобно и на каждый элемент что-то делать. Давайте подскажу первую штуку, потом мы начнем делать вместе. Посмотрите, я на раз буду сейчас делать удар. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Углавливаемся, дачу проходит. Так, теперь на раз и три сделаем удар. Раз, два, три, четыре. Раз. У кого-то синкопы как? А, потому что мечтаем. Давайте. Давайте хором. Что мы тут это? Давайте. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Супер. Хорошо. Покажу такую штуку, когда я буду делать вот эту загогуреньку, кружочек. Это значит закрыли, чтобы мы могли красиво все закончить. Если вы не уверены или где-то сбились, ничего страшного, на следующий раз начинайте заново. Теперь усложним задачу. На раз, три оставляем удары, но теперь будем просто хлопать по коленке на два и четыре. Посмотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Шикардятина. Теперь надо как-то красиво, вкусно закончить. Делаем на четыре щелчок. То есть что должно получиться? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. Давайте. Чуть уверен, у вас очень хорошо получается. Не бойтесь. Оценки не ставлю. Двойные листочки не достаем. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Шикарно. Четвертый элемент добавим. Это хлопок. Ага. А то у нас все как-то что-то повторяется. Что мы сейчас с вами сделаем? Сейчас мне в голове надо подумать. С феструсом. Угу. Сделаем так. Раз, два, три, четыре. Да, точно. Я думаю, как же такую несложную схемку нам так сделать? Ага. Переиграем. Вы думали, я не переграю, а переграем. Сделаем последующим. Сейчас. Раз, два. Нормально? Или сложно? Сможем? Я думаю, сможем. Итак, что мы сейчас сделаем? Переиначим. Мы будем раз, две, три, четыре. Сможем? То есть хлопок на гамм, хлопок щенчок. Да. Ага. Давайте я сейчас микрофон положу и вместе с вами отработаем эту схему. Готовы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте посмелее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Очень хорошо. Теперь мы это все сделаем под инструмент. Я буду играть в какую-то схемку, но я вам подскажу, в какой момент вступать, и у нас получится ансамбль. Давайте сначала сыграем, что я буду играть, и что вы будете делать. так, съемка будет такая у меня. Так, съемка будет такая у меня. Хочу, да? То есть у меня будет такой рисунок. Я, конечно, мы будем делать это все вместе. Ваша задача, чтобы не как-то сдвинуться с ритма, считайте, пожалуйста. Хорошо? Так. То есть как это получится? Попробуй в медленном тэпе. Кто чувствует уже вот эту ритмику, можете подключать свою схему. Давайте вспомним, какая она у нас с вами. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, продолжаем. Опа! Давайте вместе с ростки. Раз, два, три, четыре. Слушайте, у нас уже хорошо получается. Давайте теперь концертный вариант. Чувствуете ритм? Вот это чувство. Музыка, музыка наших первых. Ага, погнали. Теперь смотрите так. Первую схему я сыграю и буду считать вместе с вами. И вот когда я сделаю вот это. Раз, мы ступаем. Только не пугайтесь, хорошо? Все, помним нашу схему. Да. И раз. И раз. Пугайтесь. Пугайтесь. Молодцы! Видите, оказалось не все так страшно, не все так сложно. Буквально пару минут вы уже начали держать ритм вместе синхронно. А представляете, что в книге еще так происходит? Вообще жесть. Поздравляю, теперь вы ритмичные ребята. Домашнее задание, потому что я учительница музыки. Попробуйте включить свою любимую песню и почувствовать вот эту вот ритмику. Можно не просто ногой порастуть, но можно что-то еще посложнее. Давайте мы узнали, как хлопать и как щелкать. Это задание со звездочкой. Сейчас я положу курильку. Как-то так, как-то так. Надеюсь, вам стало интересно и полезно это. Даша, огромное спасибо. Спасибо за презентацию книги. Спасибо за небольшой интерактив. Дорогие друзья, теперь мы, как обычно, приведем к автограф-сессии. Всех желающих будет замечательная возможность подняться к столу автора, подписать ваш экземпляр книги. Кто заинтересовался, книги, как всегда, представлены у нас на выкладке. Спасибо и до новых встреч. Да-да-да, и фотографии, если что, кто хочет сделать, я тоже тут. Спасибо.